Субтитры сделал DimaTorzok И вы не знаете куда перейти с вашего iPad на котором вы больше не можете играть в кэшкапы Мне пришлось сильно попотеть на данном видео, потому что найти нормальные планшеты на базе Android крайне сложно Ведь все знают, что лучшие планшеты на рынке исключительно от Apple Так что именно в этом ролике я расскажу вам про лучшие Android планшеты, которые поддерживают 120 FPS Fortnite Mobile Более того, в этом видео я не просто найду для вас лучшие Android планшеты и зачитаю характеристики вслух Я нашел эти планшеты в моем ближайшем торговом центре, скачал на них Fortnite, поиграл, все протестировал и записал для вас Так что не переключайтесь, будет интересно Ну а перед тем, как мы перейдем к самому видео, если вы впервые на моем канале, обязательно оформите подписку Тут вы найдете лучший контент по Fortnite Mobile и не только Ну а после того, как вы подписались на мой канал, ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня Это мой тег-автормотивкар в вашем ежедневном магазине Fortnite Мело водите его и покупайте исключительно с ним Поддержите меня, как начинающего автора Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом о моей группе канала ВКонтакте Ссылка в описании Так вы попадете в ролик, как и следующие ребята в конце видео Ну а теперь перейдем к нашим планшетам Сразу хочу сказать, что официально эти планшеты поддерживают только 60 FPS в игре Не спешите расстраиваться, так как это можно легко исправить Так как на всех планшетах данных в этом видео стоит экран 120 Гц Вы можете с легкостью установить себе 120 FPS в игре Просто посмотрев мой ролик про установку 60 FPS в Fortnite Mobile на Android и заменив число 60 на 120 Для чайников сейчас объясню FPS в вашей игре зависит не только от мощности процессора вашего телефона Ну а также от экрана, который на нем установлен Например, на обычных телефонах, на которых установлен экран 60 Гц, вы сможете установить только максимум 60 FPS Кстати, теоретически вы можете вписать в конфиг 120 FPS, хоть 1000 FPS И они могут даже показываться в счетчике, но все равно пределом на вашем экране будет 60 FPS Потому что чисто физически частота обновления экрана вашего телефона будет показывать только максимально 60 FPS И подбирает мониторы, у которых 144 Гц, 240 Гц, 320 Гц, соответственно, чтобы такое количество FPS было в игре и оно показывалось Ладно, думаю, сейчас вы поняли, просто я видел много раз на Ютубе, что пацаны говорили, что можно вписать в телефон Fortnite 1000 FPS и они будут показываться Нифига подобного, максимально на твоем телефоне может быть 60 FPS Ну или 90 FPS, если частота обновления экрана твоего телефона 90 Гц Так, что я туплю, давайте перейдем к нашим планшетам Ну вот, как вы можете заметить, я отправился в торговый центр Погода в это воскресенье отличная, но не суть В общем, первый планшет на базе Android, который я могу посоветовать для игры Fortnite, называется Galaxy Tab S7 Вот он передо мной, и пока загружается в Fortnite, предлагаю посмотреть, что это за девайс Великолепный планшет, интерфейс которого выполнен в стиле ПК Представлено две версии данного девайса, одна на 11 дюйм, другая на 12.4 Ну и вот соответствующие цены на Galaxy Tab S7 и Tab S7 Plus Вот так вот данный планшет включил на его, и согласитесь, он очень сильно похож на iPad Pro Такой же красивый, тонкий и изящный К сожалению, про его камеры так не скажешь, так как он имеет две основные камеры Одна на 12.5 Мп, другая на 12.1 фронтальную камеру на 8 Мп И необычно то, что, как вы можете заметить, фронтальная камера находится на длинной части планшета Видно, что дизайнеры очень сильно косили под ПК, как и операционной системой, так и внешне Продается только одна версия, в 128 гигабайт, но вы можете вставлять карты памяти до 1 терабайта Форнайт уже установился, так что давайте перейдем к тест-драйву данного гаджета В данном девайсе стоит 6 гигабайт оперативной памяти и мощный процессор Snapdragon 865 Кстати, огромное спасибо игроку WoW Barren, что сделал мне такой приятный подарок По настройкам в игре тут очень все круто, сейчас расскажу Как я и говорил, официально здесь максимально можно только сделать 60 кадров в секунду, при этом на эпических настройках Уверен, если играть даже на высоких настройках, при этом в конфиге по моему способу сделать 120 фпс, пойдут они просто идеально Ну и как вы можете заметить, практически чистые 60 фпс на эпических настройках, при этом со 100% 3д графикой Ну и такие же показатели во время самой игры В общем, данный планшет реально очень крутой, советую всем приобрести Особенно киберспортсменам с iPad Pro, также забыл сказать, что к нему в комплект вы можете докупить стик и клавиатуру Тогда это будет целый мобильный компьютер К удивлению, следующий девайс у нас идет предыдущая модель данной линейки планшетов, а именно Galaxy Tab S6 Но не спешите расстраиваться, здесь тоже есть много своих плюсов Во-первых, это вот прям планшет, то есть здесь нет никаких намеков на ПК Интерфейс знакомый, да и камера фронтальная находится на короткой стороне планшета Ну и логично, как вы можете заметить, данный планшет намного дешевле, чем его последняя версия Данный девайс имеет две основных камеры, одна на 12 мегапикселей, другая на 5 мегапикселей и одну основную камеру на 8 мегапикселей И кстати, в отличии от Galaxy Tab S7, здесь есть ширик По поводу памяти, здесь все аналогично, как с Tab S7, то есть есть только одна версия на 128 гигабайт, но вы можете покупать карты памяти до терабайта В данном девайсе стоит восьмиядерный процессор Snapdragon 855, что и обеспечивает целые 60 кадров в секунду даже на эпических настройках Вот тут я немного ошибся, потому что экран здесь стоит 60 герц, так что максимально будет только 60 фпс Конечно же в игре на эпических настройках со 100% 3D графикой фпс может проседать до 50-40 Даже несмотря на это, игра идет довольно-таки замечательно и красиво Кстати, как и в Tab S7, здесь стоит Super AMOLED экран Также есть более дешевая версия, Galaxy Tab S6, а именно S6 Lite В принципе там тоже самое, только он чуть-чуть поменьше и процессор там чуть-чуть похуже Там, к сожалению, нет официальной поддержки 60 фпс, но вы также можете, по моему способу, это сделать через конфиг Ну логично-то за такую цену Предлагаю подытожить Если вы вот прям реальный киберспортсмен, как AVO или NLO, и вам очень важен высокий фпс, берите Galaxy Tab S7 Ну а Galaxy Tab S6 я вам не рекомендую брать, потому что можно доплатить всего 10 тысяч и получить целый мобильный компьютер Если у вас нет денег, то в таком случае лучше брать S6 Lite Он вот прям максимально дешевый и при этом, по моему способу, можно спокойно установить 60 фпс Обязательно ставьте лайк, если данный видос вам понравился и был полезен Обязательно отправлять данное видео своему другу-киберспортсмену по Fortnite Mobile на iPad Pro Уверен, он оценит Не забывайте подписываться на мой канал и вводить мой тег автора Ну а с вами был Матвей, еще увидимся Какая же все-таки крутая погода сегодня Жаль, что я буду сидеть дома и пилить для вас видос